дорогие зрители подписчики всех приветствую городов онлайн на связи продолжаем наш цикл профракционные войны чем новеньким могу вас порадовать в прошлом выпуске мы заработали немножечко лп в этом я их немножечко потратил вот приобрел вот такую штуковину ориентировочно действительно ли цена у кого семи с половиной миллионов реально на продается может другие деньги дать попробуем ее продать как у нас это получится а обратить внимание нам предлагают и продать за 3 миллиона 500 хотя оценочная стоимость этой штуковины 7 миллионов 600 почему так происходит происходит так потому что это не обычная мануэрпг здесь нет нпс которые будут скупать ваши товары по фиксированным ценам в еве весь рынок эта система аукционов давайте посмотрим что происходит на этом рынке сказать информацию о ценах вот реальные ценники по которым выставляется вот этот корабль который мы хотим продать и превратить наши лп в иски таким образом верху находятся ордера на продажу здесь вы видите тех игроков которые хотят продать вот эти предметы внизу есть покупатели которые готовы предложить некоторую сумму денег вот прямо сейчас за этот предмет вот интересно что tribal liberation force на станции правила liberation force вот эти штуковины принципе очень неплохо продаются за шесть с половиной миллион если вы сомневаетесь стоит ли продавать вещицу какой-либо цене посмотрите историю цен вы можете посмотреть табличном виде можете посмотреть в виде графика лично мне удобнее табличный вид потому что я не смотрю большую часть показателей я смотрю только минимум максимум и среднем вот соответственно здесь вы видите даты по каким даты дней когда что покупалась продавалась вот сегодня 11 число 11 08 пока была только одна продажа там за 8 с небольшим миллион вместе с тем по прошлому дню можно посмотреть объем продаж 61 единица таких кораблей ушла за вчера по цене там от шести с половиной до почти семи миллионов вот принципе я считаю что цена вполне приемлемо можно на этом выручать какие-то средства почему все это было сказано это сказано к тому что если вы планируете что-то продавать в мире планируйте как вы будете это делать где вы будете продавать кому вы будете продавать вообще нужен ли ваш товар кому то потому что совершенно непроблемно что-то произвести или что-то где-то найти а потом ломать голову а что же мне с этим делать и носиться как долин со ступой вот это мое вам такое предупреждение вот лично я сейчас вижу на мой взгляд довольно выгодный вариант это полететь на эту станцию заказчику который ждет 162 вот таких машинки по цене шесть с половиной миллионов тубликов я думаю что надо удовлетворить его спрос и порадовать человека но ждет это хорошо так продолжение по функционным войнам будет в следующих фрагментах до связи вот мы прилетели на станцию travel liberation force давайте попробуем продать наш кораблик смотрим что у нас получается здесь пожалуйста шесть с половиной миллионов сходу не надо мне какую неделю может немедленно продать видите сразу повысилась наша прибы обратите внимание что чем дольше наш товар стоит на рынке тем больше будет комиссия брокера есть еще налоги с продаж есть специальные скиллы чтобы сократить эти показатели сейчас они вам кажутся незначительными но если вы будете в будущем строить какие-то большие суда там не знаю инкоры т2 корабли при том что они продаются за большие деньги разница между себестоимостью и рыночной стоимостью продукта относительно небольшая если в т-1 кораблях там себестоимость и стоимость разница довольно велика и какую-то серьезную прибыль можно иметь только за счет больших объемов продаж то в т-2 и более сложных конструкциях там разница относительно небольшая но в денежном выражении это значительные суммы вместе с тем если комиссии если у вас разница между стоимостью себестоимостью будет там полтора процента и 0 0 97 процента заберет себе брокер вам останется чуть меньше пол процента прибыли остальное съезд брокер логично да что имеет смысл все-таки раскачивать торговлю если вы дальнейшем планируете чем-то таким заниматься окей все продаем этот корабль становимся богаче уху наши бабки у нас еще осталось немного очков можем потратить их на другие полезные штуковины прошло некоторое время я давненько не заходил игру наверное дней 7-10 вообще выглядел что произошло за то время пока в игре был я вывел наши 20000 л.п. иски как видите здесь не расхода у меня это сегодняшнее а наши 20000 л.п. не превратились в 12 13 миллионов от нашей торговли л.п. вот на эти деньги я вложил несколько фитов которые хочу вам сегодня показать чего еще поменялось пока мы здесь я немножечко подкачал нашего персонажа теперь у него все в троечку для всех фракций он отлично стреляет турелями гибридными орудиями и баллистическими орудиями ракетными установками вот но опять же все это в троечку далеко от идеального результата если продолжать качать какую-то определенную ветку вы увидите скажем так ощутимое приросты дпс еще допуск управления кораблями тоже играет не последний чем лучше у вас кораблики раскачиваем тем собственно также увеличится ваш дпс какие кораблики сегодня мы будем смотреть какие сборочки опытный игрок наверное уже заметил что общего всех этих кораблей все четыре корабля это будущий интерцептор я специально выбрал именно этот класс потому что корабли которые будут интерцепторами они априори изначально быстрее мобильнее маневрение любых своих других аналогов возможно где-то они уступают дпс в случае слышал слышал своему матарского аналогу уступит дпс но вместе с тем слышал он все равно остается быстрее вот и уходить от погони догонять кого-то вот здесь ему равных нет посмотрим как повлияли наши скиллы на наши дпс и так дпс раньше мы сидели на троне если помните вот первое видео значит начали только формить у нас был дпс под 50 там 55 что-то так вот сейчас 86 объясню как это случилось здесь виноваты не только скиллы я также поменял нашу пушку на лайт нейтрон пластер вместо лайт электрон поскольку у нас можно предище немножечко прокачался я решил взять менее жесткую пушку и попробовать вести огонь с ее помощью гораздо больше тпс как видите fit это все мета 0 модули т1 мета 0 это самые самые такие базовые зачастую самые дешевые очень такая большая просьба ко всем не путайте то что модуль мета 0 априори должен быть дешевле чем мета 3 мета 4 это абсолютно не так вот просто запомните это если есть возможность взять по той же цене или там чуть-чуть дороже дешевле мета 3 мета 4 модуль берите его вот вы не прогадаете вот но вот эту сборку я купил получается с некоторым убытком для себя потому что вот эти пушки small fox пулс лазер не продаются там какие-то бешеные деньги за 100 что ли тысяч на 125 тысяч хотя цена и 1020 давайте посмотрим сейчас как продаются ее аналоги допустим уже дешевле 80 тысяч еще посмотрим модально 60 тысяч но увидел системе не очень много анодная вот вот это уже по 300 тысяч но это по-моему мета 3 уже пушка до мета 3 ну давайте мета давайте еще мета 4 посмотрим на все в случае вдруг все таки она подешевле миллион ну 700 тысяч принципе как если денег есть у вас уже запас то есть уже руки не такие кривые как у меня то это для вас не деньги пушка вам хорошо послужит будет очень долго вас радовать даже не сомневайтесь в этом так давайте поговорим о фите что он из себя представляет я уже сказал что заменил пушки это тот же самый метод 0 но немножко другая пушка нейтронный пластер и и дальше радиус поражения нее больше значительная мощность модификатор выстрела дефектора урона и у нее немножко медленнее трекинг нам будет чуть чуть может чуть чуть хуже попадать плюс ко всему у нее немножечко выше требования цикла и пауэр глиду соответственно мы не можем в этот фит уже воткнуть стазис лэби файр 2 который мне бы хотелось на самом деле вот хоть но судьба даже в цели как я планирую решить проблему цепи у менеджмент и в аппарате вот два скилла которые нужно хорошо 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 раскачать чтобы вас никогда не было проблем с фитом чтобы все лезло ну к этому еще power grid менеджмент и другие соответствующие скиллы тоже желательно вот прям вот начали играть мучиться прокачать и все забыть на всю жизнь оставшихся никогда об этом дпс в принципе мне нравится за для мета 0 мне кажется дпс отлично почти вдвое больше чем у нас следующий корабль экзекишна это такой амарский вариант галенского атрона тоже будущий цептор здесь тоже как видите к нам никак не лезет вторая сетка скорее всего она и не понадобится потому что мы не будем подходить так близко как подошел батрон силу того что удобная длина дистанция огня где-то 5-6 километров вот поскольку противник от нас достаточно далеко нам нужно чтобы слишком быстро вертелать вот второй важный момент посмотрите внимательно на тип урона который наносит наше орудие 33 электромагнитного 23 термического если вы помните табличку который приводил в прошлом видео у наших врагов амаров как раз дырки в резистах именно у нпс амаров именно на электромагнитный урон и на термический урон то есть здесь вот эти вот 70 на самом деле могут оказаться даже выше чем вот эти показаны 80 дпс а трона вот как это на практике будет полетим поснимаем посмотрим насколько быстро нам у нас у кого-то разобрать вот следующими понятно да дальше сборка полностью аналогично сочинять не буду повторяться ниже смысл следующий это слышно слышно такой совсем маловастенький урон мы попробуем небольшой урон компенсировать тем чтобы не просто не дадим продохнуть против не дадим ему шевельнуться возможно это сыграет какую-то роль реально дпс возможно нет плюс ко всему слышу он сам по себе с точки зрения безопасности безопаснее слэшера нет корабля него самая маленькая сигнатура у него самая большая агильность поймать слэшера очень и очень трудно особенно если у вас действительно хорошо раскачана маневренность скорость очень очень трудно поймать слышно очень дополню немножечко что когда возникает необходимость например на миссии четвертого уровня куда-то пролететь через 0 доставить там какой-то ценный груз я беру слэшера вот он просто вот любые блокады засады очень легко очень быстро проходит очень трудно поймать ко всему у него еще как у всех будущих центров хорошая скорость в арбе что у него за орудия как видите орудия у него бьют в основном электромагнитной силой и не носит электромагнитный урон и немножечко носит урон другими типами повреждений дальность не сказать чтобы большая закишинов на мой взгляд немножко лучше вариант чем матарский именно с точки зрения урон с точки зрения возможности уйти от преследователей во время от лапать слэшер здесь выигрывает переходим к следующему кто у нас здесь здесь у нас коннор как видите даже не пришлось ни на какие ухищрения идти чтобы влезли все необходимые модуль но у него относительно небольшой дпс 45 чем отличается ракетный дпс от дпс от уровня у ракет не бывает промахов не бывает критов ракета либо попала в цель либо не попала в случае если она попала в цель там уже считается всякие там радио сигнатуры фактор скорости цели и так далее соответственно прокачав нужные скиллы вы можете удалить факторы сигнатуры и скоростью несколько подсократить посмотрим что у нас по поводу сигнатуры разброс при поражение цели 20 метров вот этого нам более чем достаточно для того чтобы сбивать фрегаты по дроном он будет немножечко поменьше сколько их радио сигнатуры небольшой но по фрегатам мы будем попадать стопроцентным уроном вообще без вариантов вот дабы закрепить результат у нас стоят здесь три сетки которые полностью обездвижен цель и фактор скорости будет вообще минимальный чем еще хорош гондор гондор хорош тем что это ракетный корабль ракетам не особо нужно следить чтобы вы всегда были там на оптимальном расстоянии вам достаточно быть в радиусе поражения ракеты и все это этого достаточно то есть если вот вы помните предыдущие видео мне приходилось постоянно сокращать или увеличивать дистанцию с моей целью чтобы эффективно по ней попадать вот здесь этого не нужно вы просто вышли на вот эти вот четыре километра четыре с половиной потому что слишком далеко там ракете еще нужно некоторое время чтобы разогнаться и она может не долететь а вот где-то километрах на четырех там на трех совершенно спокойно арбитите свою цель и лупите 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 по ней по ней летит такой стабильный дпс без критов без царапнул сказать снова прочее дпс всегда будет стабильно и это очень круто на самом деле дпс можно поднять еще немножко за счет ригов но они стоят чтобы не соврать тысяч по 300 под 500 каждый если вы считаете что у вас достаточно денег и у вас достаточно прямые руки значит покупайте риги увеличивайте дпс это правильный путь если вы пока не готовы сказать что у вас все хорошо там с руками с деньгами и с прочим тогда лучше не рисковать лучше как-то вот обходиться более скромно теперь вот еще один момент радио сигнатуры у каждого корабля он свой 33 у кондора 35 латрона 31 и по моему 30 показатель очень важный значит если вы будете по какой-то причине на корабли занимающийся фармом на фракционных войнах вешать щиты у вас радиус сигнатуры увеличится как только увеличивается радиус сигнатуры вас становится легче ловить вас становится легче ловить в прицел соответственно вас быстрее заскрамлят если вы этого не хотите берите корабль с радиусом сигнатуры поменьше вот ну собственно нудная лекция закончилась давайте посмотрим что из себя представляют эти корабли в деле в ходе боевых испытаний что интересно все четыре корабля показали примерно один результат они разбирают вражеский сторожевой фрегат примерно за две минуты пять или семь секунд там плюс-минус две секунды но это скорее всего кривость моих рук такая погрешность какой из них раскачивать какую ветку качать вообще турели или ракеты ну это решайте сами я вам расскажу о своих впечатлениях о кораблях значит слэшер маленький шустрый маневренный если вы любите большие скорости любите чтоб кружилась голова вот слэшер это ваш корабль несмотря на относительно небольшой дпс ну он я бы сказал неплохо попадает по врагу именно за счет того что урон профильный он очень хорошо снимает дпс а трон машинка тоже замечательно как вот мы уже делали в прошлом видео выходим на 700 800 метров от противника качаем трекинг качаем профильные пушки качаем корабль и увеличиваем свой дпс в упоре вот эта штуковина просто разносит к чертовой матери все живое вот в ходе испытания вышел интересный казус значит здесь был другой игрок на точке мы с ним договорились что следующий фрегат убиваю я и в итоге вот следующий фрегат почему-то переагрировался на него при том что он в общем-то висел стороне никакого урона не наносил врагу ну вот мне пришлось его подогонять в итоге отрон справился с 2 минуты 30 секунд с учетом что он пришлось догнать цель а цель ушла от нас на скорости 4 километра в секунду честно говоря я раньше даже не знал что вот эти вот сторожевые фрегаты разгоняются такие скорости но тем не менее впечатлениям больше всего мне понравился этот кондор вообще никаких проблем не возникло не нужно было не искать расстояние не там выключать двигатель не еще чего-то не просто подошел на ты 4 километра арбитишь цель глупишь ракетами и все несмотря на то что дпс нам написали что очень маленький ну на самом деле те же самые две минуты 6 секунд соответственно при должном развитии ракетного вооружения там rapid firing других rapid launch простите и других навыков машинка себя отлично покажет и так далее вот следующий кораблик мне хотелось бы показать еще вот какой это все тот же экзекьюшнер который мы рассматривали ранее экзекьюшнер тоже общем то моделька достойная бьет профильным уроном за счет чего враг немножко быстрее умирает но опять же он годится скорее вот для уничтожения неписи амар у которых именно дырка в урона от электромагнитного воздействия для остальных может быть чуть чуть иначе вот пушки вертятся медленно в итоге мне пришлось подойти на нужное расстояние отключить двигатель чтобы хоть как-то попадать по цели вы там можете сами эксперименты поставить как лучше но урон достойный если правильно прокачать то будет вообще все замечательно напоследок мне бы хотелось вам еще показать вот такую сборочку это примерно то на чем я летаю в реальной жизни значит здесь опять же это просто т1 мета 0 все здесь больше ничего не используется в реальной жизни у меня сборки естественно немножечко подороже значит здесь т2 нейтрон бластеры т2 боеприпасы что вот здесь честно говоря я уже не помню что там лезет либо afterburner либо бд но скорее всего мбд все таки за счет скиллов я могу его впихнуть вот стазис вебифаер обязательно либо можно 2 стазис вебифаера но тогда будет трудно догнать кого-то процессор оверклокинг обязательно чтобы повысить наши возможности цепку и три вот такие хреновинки на дпс в итоге в реальной сборке у меня получается где-то около 500 фактического дпс а по врагам этого хватает для того чтобы очень быстро уничтожать непись на арчок и медовых точках сегодня попробуем повоевать с эсминцами может быть даже попробуем захватить медовую точку с нашим дпс я честно не знаю получится у нас это или нет но мы попробуем ну как видите урон с теми же 45 к стрела совершенно несравнимый по поводу урона за счет чего он добивается у каталиста самый 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 большой урон вообще из всех эсминцев я сравнивал его с тем же трешером но каталиста все равно получается цифрах урон больше чем сильнее вы его прокачиваете тем дальше и точнее он будет стрелять это тоже важно по поводу точности стрельбы я скажу так что мне удавалось отбиваться от пиратов при том что защита у меня по сути была нулевая пират пытался танковать скоростью но я на него повесил сетку и начал убить своих орудий в итоге итоге получается всего два попадания третьего он дожидаться не стал потому что у него уже начала сниматься защита корпуса и в итоге всего на 2 полстров не больше с тобой воевать не буду вот ну скорее всего такой же нобик был как я просто хотел испытать свои силы вот на чем он там летал что-то турельная честно говоря не как бы не слышим но попадал по мне он крайне плохо по поводу каталиста еще хочу сказать вот посмотрите характеристики защиты они очень небольшие поэтому если вы будете каталистом пытаться танковать но у вас скорее всего это очень плохо получится что касается вообще рекомендации по танку каталиста существуют разные подходы некоторые обращают внимание что корпус самая прочная часть с этой точки зрения они танкуют на самом деле очень даже удобно влепить какие-нибудь две плиты которые улучшают корпус и сейчас покажу один модуль дамаж контрол лучше всего конечно стремится т2 но если в принципе не сложно выкачивается вот такой вот медпак я бы сказал чемоданчик скорой помощи значит смотрите что он дает при активации плюс 60 процентов ко всем резистом корпуса к резистом там про ней прочего то может по-разному а вот корпус плюс 60 это в общем-то уже неплохо само по себе вот если вы ставите еще какие-то дополнительные укрепили на корпус соответственно ваша живучесть очень сильно повышается на этом корабле вы можете танковать броню но броню нужно закрывать дырки в резистом что тоже важно а вот здесь всего один модуль нам дает плюс 60 каждому резисту плюс еще он увеличивает резисты щита брони там прочь как защищаться решайте сами посмотрите еще риги какие деньги там что-то увеличить он но наверное с лекции все полетели посмотрим его в деле ну по поводу боевых испытаний как я уже говорил каталист отлично себя показал урон большой это позволяет нам уничтожать вот такие старжевые крейсеры у самого крейсера никаких шансов попасть по каталисту нет потому что каталист достаточно маленький плюс мы автор бёрна включили в общем то он безнадежно пытается что-то с нами сотворить разобрали мы его за одну минуту 52 секунды еще раз напомню что это медиум . кроме того напомню что скиллы у нас вкачаны только в троечку и модули на корабле стоят т-1 мета 0 захват медиумной точки занимает 20 минут это чуть подольше чем на вайс . но при этом очков лп вы получите гораздо больше чем на навайсе так что почувствовали силы летите воевать на медиум точке на сегодня все спасибо за внимание надеюсь вам понравилось фай сайт